Почему саудовские женщины устроили аншлаг в автосалонах, как американский пенсионер помогает спасать недоношенных младенцев и где проходит самый красивый в мире фестиваль воздушных шаров, об этом не только в нашем обзоре. Добро пожаловать за руль! Женщины Саудовской Аравии штурмуют выставку элитных авто в Рияде. Вскоре саудитки смогут водить машины, поэтому уже сейчас прицениваются. До сих пор эта страна была единственной в мире, где женщинам запрещали садиться за руль, но в конце сентября король наконец-то разрешил им водить авто. Реформа вступит в силу в июне следующего года. В Австралии стартовали гонки машин на солнечных батареях. 42 авто выехали из северного города Дарвин в южную Адалайду через австралийскую пустыню. Участвуют в соревнованиях студенты инженерных специальностей из 30 стран мира, которые собственноручно смастерили себе автомобиль. На солнцемобилях они должны преодолеть 3000 километров. На первом этапе лучший результат показала бельгийская команда. Их автомобиль развил скорость 83 километра в час. Дедушка из интенсивной терапии. 82-летний американский пенсионер Дэвид Дочман проводит свободное время, укачивая на руках недоношенных младенцев в отделении реанимации. Вот уже 12 лет он навещает малышей, матери которых не могут быть рядом с ними. Приходит в больницу дважды в неделю. За это время он выходил больше тысячи младенцев. Грандиозный фестиваль воздухоплавания проходит в американском городе Альбукерке. В небо над штатом Нью-Мексико поднялись полтысячи воздушных шаров в форме животных, сказочных героев и мультяшных персонажей. Фестиваль в Альбукерке считается самым масштабным и популярным в мире. Чтобы насладиться незабываемым зрелищем, люди съезжаются со всех концов земли. В немецкой Баварии фермеры торжественно перегоняют коров с альпийских лугов на зимовкую деревню. Так отмечают традиционный праздник Аль-Мат-Трип. Животных украшают цветами и венками. Это событие традиционно привлекает не только местных жителей, но и многих туристов.